здравствуйте меня зовут илья сегодня необычное видео связи с тем что последнее время зачастились вопросы у меня в разных соцсетях вконтакте на ютубе в бусте вопрос звучал так или как ты записываешь бас-гитару что у тебя в голове какими плагинами и пользуешься какими программами и так далее так далее так далее так далее и видимо звезды сошлись таким образом что сегодня настал тот день когда нужно взять волю в кулак нужно собрать все свои мысли по этому поводу в едино все свои знания и дать людям информацию которую они хотят слышать но прежде чем начать я хочу сказать что я не являюсь каким-то сверх экспертом в области звукозаписи мастеринга и сведения и все о чем я сегодня буду говорить это мой личный опыт и он хорош лично для меня и работает у меня хорошо и это не значит что он будет хорош для вас стоит это учитывать в общем начнем для того чтобы осуществить аудиозапись бас-гитара в компьютер первым делом необходимо взять бас-гитары в руки затем при помощи тюнера выполнить точную настройку инструмента это важно после этого взять провод и одним концом воткнуть его в бас-гитару а другим концом в аудиоинтерфейс который обязателен во второй вход в моем случае потому что первый занят микрофоном и обязательно проверить что было нажата кнопочка inst далее я захожу в риппер создаю новый проект создаю новый трек двумя нажатием левой клавиши мыши нажимаю рекорд выбирая вход в данном случае мы подключались во второй вход звуковой карты я убираю второй вход здесь они меня переименованы они изначально input 1 и 2 но я переименовал в опциях за что было удобно соответственно гитара у нас нажимаем гитару берем гитару слышим как гитара начинает здесь виднется собственно сигнал гитары смотрю по наитью примерно уровне чтобы не было пик я бы хотел изначально разделить процесс записи bass на два принципиально разных подхода первый подход это когда я записываю солу когда я пишу отдельно только один bass это как правило finger style какие-то аккорды один bass соль на значит это первый подход и второй подход когда я пишу какой-то риф какой-то аккомпанемент с барабанами с другими инструментами когда бас это аккомпанирующий инструмент классический а второй подход они будут отличаться друг от друга и мы будем рассматривать отдельно сначала начнем с сольного Потом закончим, когда я пишу какой-то аккомпанемент или какой-то риф вместе с драмами. И разберем, чем отличается первая от второго. Последняя вещь, которую я играл на своем канале, это была System of Dawn. Замечательная группа с замечательным произведением, культовым, так скажем, легендарным, бессмертным. Это Lonely Day. Перед нами, перед нашим взором открывается как раз файл, который был использован в том видео. Я его сводил с видео. Соответственно, вот этот файл мы сейчас посмотрим, из чего он состоял, какие я плагины использовал, какие я крутилки крутил, как я настраивал и на что обратить внимание. Первое, на что хочется обратить внимание, это в левом верхнем углу рипера есть такая кнопочка под названием метроном. Многие спрашивают, когда я сижу в ушах, наушниках, когда я играю, и многие думают, что у меня в ушах метроном. На самом деле нет. Я, когда пишу фингерстайл сольные вещи, я никогда не использую метроном. Никогда, потому что... Сейчас я объясню. Потому что здесь тонкая ювелирная работа. Это как гравировать алмаз. Понимаете, я могу одну нотку перетянуть, одну нотку не дотянуть, где-то ускорить, где-то замедлить. И это всё вместе создаёт как музыку. Это всё вместе создаёт звучание. Я много раз пробовал писать с метроном подобные вещи, сольные, и получал всегда полный шлак. Вообще неслухабельно абсолютно. Как, не знаю, там просто... На автомате, как будто, не знаю, сгенерировано случайно. Никакой музыкальности, никакой красоты, никакой свободы. Мне, например, нужно где-то в конце замедлиться, какой-то сделать коду или вначале где-то что-то перетянуть, растянуть. С метрономом это невозможно. Поэтому я его всегда отключаю. И лично по моему опыту, но, как говорится, то, что мне хорошо, не значит, что это вам хорошо. Лично по моему опыту гораздо лучше звучат такие вещи, когда вы играете не от метронома, а как раз вот от сердца. От сердца, понимаете? Если вы понимаете, о чём я говорю. Вот. Поэтому в таких вещах я метроном не использую. Но в других вещах я использую, о них я расскажу дальше. Далее, на что следует обратить своё внимание, это кнопочка FX на нашем любимом треке. Мы открываем, значит, эту кнопочку FX и видим, что у меня здесь определённая цепочка эффектов выстроена, которая у меня используется из видео к видео и плюс-минус никогда не меняется в такой последовательности. Давайте разбираться. Что у меня здесь есть? У меня здесь есть два эквалайзера. Вот они. Компрессор, ревер, хорус, преамп и эмулятор плёнки. Я их использую в зависимости от цели и задачи. Начнём с первого эквалайзера. Это эквалайзер-фильтр. Самый первый в самом начале цепочки. Здесь я обрезаю самые низкие частоты и самые верхние. Делаю, так скажем, high-pass и low-pass. Для того, чтобы убрать всякие там заводы какие-то, бубнёж там лишний. Вот в этом диапазоне частот, как правило, там ничего хорошего нет. Поэтому я обрезаю первым эквалайзером. Далее у меня идёт компрессор. Компрессор в сольных произведениях, фингерстайле и так далее, которые перед нашим взором сейчас есть. Я никогда не использую компрессор, и он тут не нужен. Но он нам нужен будет дальше. Пока пропускаем его. Эквалайзер. Эквалайзер второй. Это финиш-эквалайзер. Последний, который уже корректирует. Корректирует, так скажем, звук инструмента, частотную характеристику инструмента. Если нам нужно что-то подкорректировать. Если это нужно. Но не всегда это нужно. Если, например, лично по моему опыту, если хорошие струны стоят новые, свежие, то я практически никогда не кручу эквалайзер. Если струны уже подубитые, как правило, где-то какая-то бубнёж, где-то нужно что-то подрезать. Но мы здесь смотрим по ситуации и режем то, что надо. Я здесь чуть-чуть подрезаю низ и нижнюю середину, потому что, чтобы не было никого бубнежа, я не люблю, когда бубнит низ, я его вырезаю тогда. Вот. Так, метку поставил. Ещё одну метку удаляем. Нет, это я случайно поставил. Так, удаляем меточки. Идём дальше. Fx. Значит, эквалайзер. Понятно, да? Первый, второй эквалайзер. Для чего? Дальше ревер. Я использую такой ревер, как Old School Verbe. Он мне больше всего нравится. Я много реверов использовал, но остановился вот на этом ревере. Он максимально простой. Но звучит очень мягенький. Он очень мягкий. Вот мне нравится этот мягкий ревер, когда даже не чувствуется особо звук. Как будто, непонятно даже, как будто его нету ревера. Он такой прям очень мягенький. Я люблю такие реверы. Я отосноился на нём. Очень классный. В общем, самый дефолтный пресет я использую. Он мне нравится. Ну, обычно ревер используется, конечно. Он как бы создает, так скажем, красоту звука и так далее. Ну, ревер, сами понимаете. Не мне вам объяснять. Это ещё очень нужная вещь. Дальше. Хорус. Хорус. Я использую хорус 60. Супер хорус. Просто потрясающе. Это лучший хорус, который я когда-либо видел. Он максимально простой, опять же. Вот, без хоруса. Вот, с хорусом. Без хоруса. С хорусом. Как бы звук такой становится более насыщенный. Звучание аккордов более-таки густое, как будто несколько инструментов звучит. Ну, вы понимаете. В общем, хорус я использую. Именно я на этом остановился. Раньше я хейтил хорусы, никогда не любил их. Но когда начал записывать, играть такие произведения фингерстайлом, я понял, что это хорус, это просто круто. Это реально круто. Я искал хорус, который мне больше всего понравится. И остановился именно на хорус 60. Здесь два варианта хоруса. Можно послушать. Вот первый, второй. Второй тип, первый тип. И оба хоруса. Этот более такой вот, он более жесткий такой. Сильно расстраивает звучание. Более сильно, чем первый тип хоруса. Но без хоруса звучит, конечно... Ну, вот, послушайте. С хорусом гораздо приятнее звучит. Ну, именно это произведение. Опять же, тут нужно смотреть по музыке, которую вы играете. Иногда хорошо. Иногда. Иногда нет. Это очень тонкий. Зависит даже от нот, которые вы извлекаете. Поэтому в данном случае хорус отличный. Далее. Идем. Преамп. Я использую такой бот бас-овер-драйв. Преамп. Вот. Вот он включен. Вот он такой звук дает у нас. Драйв. Драйв выключается. Он сильно меняет звук. Опять же, я его не всегда использую. В сольной игре надо смотреть. Например, когда я до этого записывал Нирвану. Это было предпоследнее видео. Там играется как раз с этим вот преампом. И он там прям заходит на ура. Он там супер звучит. Здесь же он вообще не звучит именно в Lonely Day. Почему-то, по каким-то неведомым для меня причинам, он здесь не ложится. Но я его здесь не использую. Он был выключен изначально. Я его не использую здесь. Но иногда я его использую. У меня в цепочке есть. Это басовый преамп. Здесь можно подкрутить частоты. Добавить овер-драйва. Там, если надо, чуть-чуть. Левел. Бленд это подмешивание. Презенс. Я не знаю, что это такое. Обычно на 12 часов ставлю. Вот. Бленд подмешивание эффекта с чистым звуком. Понятно. Далее. Эмулятор пленки. Это такая вещь. Я его иногда использую для того, чтобы немножко обогатить звучание баса, сделать его таким более благородным, немножко перегрузить. То есть он как бы соотносит уровень входного, выходного сигнала, немножко подгружает звук. Но он очень тонкий и работает его даже так не сразу слышишь. Вот такие вот у меня эффекты стоят по дефолту. По дефолту. Итак, дорогие друзья. Мы только что с вами разобрали первый подход записи баса. Это сольный подход. Если мы играем соло, фингерстайл, т.д. Это первый подход. Сейчас мы переходим ко второму подходу, когда мы играем какие-то рифы, аккомпанементы, басовые линии. Более традиционные, которые для большинства подойдут. Как я это вижу, как я это записываю, как я это представляю себе в голове. Опять же, у меня на канале довольно много видео с подборочками рифов, известных, неизвестных. И я это делаю именно таким образом, как я сейчас покажу из года в год, так скажем. Это мое видение, опять же, ни на что не претендую. Мое видение, как я делаю. И все. Не более того, то, что мне хорошо, не значит, что вам хорошо. Поэтому сами понимать. Итак, я сегодня с утра встал и записал небольшую отрывочку. Вот такой. Здесь у нас драмы, на миди клавиатуре я пишу драма и вверху басовая линия, которую я записал на ибанезе. Вот. Сейчас мы послушаем, что было изначально. Я отключу сейчас все FX-ы, кроме вот барабанов. Барабаны, просто если я отключу FX-ы, то миди не будет работать, в общем, сам эффект, ну, собственно, сами звук и миди. Поэтому мы не будем отключать. Смотрим, как это изначально. Давайте послушаем и сравним, что стало потом. Это что было в начале. Теперь включаем то, что мы тут накрутил, точнее то, что я накрутил, и слушаем, что получилось. Вот такая картинка получилась. На мой взгляд, намного лучше, намного бас звучит интереснее, намного слухабельнее, так скажем. Вначале было совсем сыро. Заходим во вкладочку FX и наблюдаем нашу традиционную цепочку эффектов, которая все та же, но с незначительными изменениями. Первое у нас это эквалайзер-фильтр, тот же самый, low-pass и high-pass, срезает низкие и высокие частоты, так же работает, как и там, ничего не поминялось. Далее компрессор. С компрессором есть интересности. Есть некоторые нюансы. Я всегда использую компрессор, когда речь идет о картошках, об аккомпанементе, о рифах, когда у нас есть барабаны, есть какие-то и другие инструменты, я всегда использую компрессор. Но здесь есть моменты. Во-первых, если, например, бас-гитарист уверен, если он владеет инструментом, у него довольно ровная динамика, он без всяких там каких-то эмоциональных всплесков все хорошо, уверенно извлекает звук, то компрессор нужен чуть-чуть, он нужен совсем слегка, для того, чтобы немножко уплотнить звук, немножко уплотнить звук и держать как бы низкие частоты в балансе. И, может быть, где-то там более четко подчеркивать атаку во время извлечения. И реально компрессор, в моем случае, немножко уплотняет бас, делает его более слухабельным. Здесь я что делаю, значит, давайте посмотрим. Вот он работает. Тут у нас главное трэш-холд. Трэш-холд, он выставляет, в общем, порог срабатывания компрессора, вы все это знаете, лучше меня, я там не особо спец, но, значит, трэш-холд, то, что мне надо, я знаю, значит, трэш-холд у нас, уровень, блин, плюнул на монитор, значит, уровень порога срабатывания. Я его как определяю? Я смотрю самую жирную точку, вот видите, если я отключу здесь прилипание, вот тут видите, я бахнул слишком сильно на грани пика. Я смотрю вот эту точку и подгоняю компрессор, чтобы он начинал здесь срабатывать чуть-чуть, поддавливать эту верхнюю, вот это вот пятно черное. Вот он начал срабатывать, я примерно на этом уровне оставляю трэш-холд, вот на самом, на пике, так скажем, громкости, если где-то появился этот пик. Сильно я не давлю вниз трэш-холд, потому что иначе будет звук слишком давиться сильно. Далее у нас здесь, я выставляю обычно радио на 6, это традиционно, и немножко больше атаку, нежели у нас здесь по дефолту, где-то 6, но это я где-то вычитал давно и всегда этим придерживаюсь, поэтому, но опять же, здесь надо доверять вашим ушам, вашим ушам и слушать, как это звучит именно у вас, поэтому это сугубо индивидуально. Дальше у нас V-Dry, это у нас уровень компрессированного сигнала и уровень, можно подмешать, например, некомпрессированный сигнал к параллельной компрессии, по-моему, называется. Не знаю, я не звукорежиссер, но, по-моему, как-то так. Это техники параллельной компрессии, можем подмешивать чистый сигнал к компрессированному. Но это скорее ползунки нужно, если мы какие-то звуковые краски хотим найти и так далее, каких-то определенных вещах, вот, на любителя. Далее, также эквалайзер, здесь немножко у меня убитые струны, поэтому я подкрутил немножко вот тут низ, серединочка, чтобы не бубнило, как мне показалось, опять же, на свой слух. Для того, чтобы бас меньше бубнил. Компрессор тоже с этим справляется, он немножко держит в балансе эти низкие частоты. Естественно, ревер я здесь не использую, ревер я здесь не использую, хорс здесь не использую, в таких вещах он не нужен. Бас должен звучать низко, все, свой низкий диапазон занимается. Преамп, здесь я использую преамп, здесь хорошо звучит. Бас звучит более, так скажем, фирменно, он придает такой характер, как будто на пластинке слушаете. То есть здесь вот в таких вещах преамп реально крут, реально крут. И далее эмулятор пленки я здесь не использую, но иногда можно, опять же, иногда использую, он у меня висит, но здесь ни в том, ни в другом случае я его не использую, но это не значит, что он плохой. Вот так вот. Дальше рассмотрим, что у меня висит на мастере. Откроем FX-мастер, у меня тут три эффекта, компрессор второй, я его не использую, второй компрессор не нужен. Дальше у меня Volume Pan, это, значит, изменяет громкость и панорама, я сейчас объясню, для чего нужен, это очень полезная вещь. И дальше я использую TopAzone, такой плагин, который делает как-то автомастер, он подгоняет под определенные настройки мастеринга. очень важный, ну, важный, я ее всегда использую, когда есть много инструментов, оно как бы делает за меня этот мастеринг. Я убираю пресеты и смотрю, как это звучит. Вот можно послушать. Это без. Это с изотопом. Можно посмотреть различные пресеты. В общем, здесь я выбираю обычный пресет, который мне больше всего подходит по слуху. Ну, очень важная вещь, кстати, очень помогает сделать более, так скажем, слухабельный ваш микс, более слухабельные ваши произведения. Без него гораздо все звучит беднее, гораздо все как-то скуднее. Я его частенько использую для баса, очень хорошо звучит. Вот так, это у нас был мастер. Завершающий этап у меня, это рендер файла, я думаю, у вас тоже. Мы готовим уже файл. Значит, в этом случае, на данном этапе, нам очень важно с громкостью определиться, чтобы нормально была громко, так, чтобы не было пиков, потому что пики – это всегда, как бы, искажение сигнала, это не нужно. И здесь нужно проверить, насколько у вас нормально в плане громкости ваш трек. Смотрите, например, как это можно сделать в Reaper? Как я это делаю, опять же? Если, скажем, я отключил все эквалайзеры, компрессоры, вот здесь я отключил все, и, допустим, чуть повысил громкость, и начинаю рендерить файл. Рендер, override, перезаписываю. Видите, у нас плюс 1,2, то есть на 1,2 децибела у нас идет пик, то есть идет искажение сигнала. Его мы должны… плюс 1,2, соответственно, здесь-то как раз мы заходим на main, и мне нужен будет вот этот volume, volume pan smoofer, версия 5. И, допустим, нам все нравится, мы свели трек, все сделали, добавили дерево, хорусы, наши все преампы и так далее, нам нравится звучание. Но он пикует. Как мы это все можем делать? Можем на main track, значит, этот смуфер, включить его и, допустим, минус… сколько там было? Ну, допустим, минус 1,5 сделать. Не плюс, а минус 1,5. Ну, минус, допустим, минус 1,6. Вот мы сделали, проставили, закрываем и опять рендерим. Перезаписываем. Минус 0,3. Все. Мы избавились от пика вот таким образом. То есть, мы просто с помощью этого плагина убираем наши лишние запикованные, так скажем, децибелы, которые нам не нужны. Вот именно таким нехитрым образом. Вот в чем и все. Напоследок, не забывайте заходить в мою группу ВК, там много полезной информации по моему YouTube-каналу. Также заходите на мою бусте, где тоже есть много эксклюзивного контента. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока.